Приветствую всех, дорогие друзья, на связи Андрей Алисеев. И сегодня мы с вами, как и всегда, по традиции, проведём презентацию для новых участников, потенциальных партнёров. Тех, кто уже устал, где-то заработался, хочет жить как-то по-другому, хочет как-то изменить свою жизнь, её перезагрузить. Хочет, ну, такая, у кого ещё есть такая мысль внутри, да, вот, как же херово живётся, да, ну, как-то же в детстве, как бы, сказки когда-то читали, да, ведь кто-то же живёт как-то по-другому. Почему вот у меня такая жизнь, да, вот, многим часто надо вот задавать вот такой вот вопрос у Вселенной. Почему вот другие реально могут жить как-то вот по-другому, да, а вот у меня, а потому что нужно заниматься, первое, своим окружением, дальше нужно заниматься своим развитием, дальше нужно прежде всего быть в нужном месте с нужными людьми и сделать нужные дела, правильные действия. И тогда у всех будет всё хорошо. Поэтому важно в этой жизни найти себя, найти своих, найти своё сообщество, найти своих настоящих друзей, найти свои настоящие гармонирующие с вами источники дохода. Раз уж мы все в денежной системе вынуждены жить, мы все вынуждены. И нас никто не спрашивал с детства, а вот, представляете, вы вышли, допустим, из школы, да, и вас спрашивают, а вот ты хочешь жить в денежной системе, либо не в денежной системе? Ты говоришь, ой, да я не хочу там, я пойду не в денежную систему, и всё, и ты пошёл в неденежную. А вот я хочу в денежную, и вас никто не спрашивает. Вы все, так же, как я, вынуждены жить в денежной системе. А что такое деньги? Деньги – это интеллектуальная игра, высокая интеллектуальная игра, которую придумали люди для того, чтобы с первого взгляда как бы облегчить товарно-денежный обмен, а со второго деньги сейчас это уже, можно сказать, узаконенное такое рабство, что ли, да? Поэтому финансовая зависимость тех людей, которые ещё не понимают, что это такое, как, почему, зачем. То есть до 30 лет многие, я абсолютно уверен, что не понимают, что такое деньги, как с ними жить, как с ними надо обращаться. Многие тусят, балдеют, пока гормональный вот этот взрыв не выйдет из тела, тогда только человек начинает задумываться над смыслом своей жизни, начинает реально как бы понимать, а что, а как, я столько лет вроде бы работаю, работаю, и мне надо больше денег, я больше работаю, я уже не сплю и работаю, и по ночам работаю, и всё, работаю, работаю. А денег больше почему-то не становится, потому что есть законы той денежной системы, в которой вы и я вынуждены находиться. Это называется распределение денег по пирамидальной системе. Мы с вами находимся в пирамидальной системе, с чем я вас и поздравляю, да? Но Дмитрий Васадин, основатель нашего сообщества, не согласился с правилами игры в этой системе и решил создать своё общество единомышленников. Поэтому уже 12-й год все участники сообщества ищут единомышленников по этому миру, кто хочет жить как-то по-другому, кто хочет жить финансово свободной жизнью и кто... Поверьте мне, не все хотят жить финансово свободной жизнью, вообще не все. Не все даже к этому морально готовы. Многим можно дать деньги, и они просто себя уничтожат, просто уничтожат, поэтому денег у них нет. Они пойдут во все тяжкие, они начнут бухать, путить, они начнут по казино, там ещё что-то. То есть они себя быстрее начнут деградировать, быстрее уничтожать своё тело в том числе. Поэтому не у всех они есть. Этим людям надо работать и дозированно получать деньги, пока ума не наберутся. Так устроено в этой системе в том числе. Поэтому сегодня я расскажу вам про другой мир, про параллельный финансовый мир, который создал, идейный основатель которого Дмитрий Васадин, который прекрасный, интересный человек. Услышав которого в интернете, я принял решение в своё время, это почти 7 лет назад, начать продвигать сообщество. И скажу честно, что благодарю себя за то, что я тогда не ступил. И когда ко мне пришла информация, в этот же день я зарегистрировался, в этот же день я создал свой первый финансовый инструмент, и в этот же день я начал нажимать кнопочку и начал разбираться, что же это такое, почему людям дают деньги, почему это возможно вообще в природе, и кто это создал, в чём смысл, в чём его идея. Я себе начал задавать очень много вопросов, и я на всех на них ответил. А потом я замечтал познакомиться с Дмитрием Васадиным, что и осуществил. Я рекомендую каждому из вас замечтать познакомиться с Дмитрием Васадиным, и я абсолютно уверен, что это будет очень интересный этап в вашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, сегодня мы поговорим про наше сообщество, сегодня мы поговорим про наши денежные потоки. И давайте мы сейчас пройдёмся, пока люди ещё собираются, мы сегодня пройдёмся по каждому из потоков, а потоков у нас с каждым разом становится всё больше и больше, поэтому возможностей всё больше и больше, и это радует. Давайте начинаем. Так, прежде чем вам рассказать про денежные потоки, давайте я вам ещё раз напомню, что если бы денежная система была бы устроена, либо её вообще не было как-то по-другому, возможно, вообще бы не потребовалось наше сообщество и всё то, что мы уже сделали, создавать параллельный финансовый мир. Но в связи с тем, что мы живём в такой очень интересной системе, причём это мировая финансовая система, неважно в какой стране вы живёте, то есть ни в коем случае не наезжайте там где-то на какие-то правительства, потому что по большей части им приходится лавировать между той системой, которая уже имеется. Поэтому, поверьте мне, это непросто делать, это непросто делать. Вот, поэтому для того, чтобы вы понимали принципы работы мировой финансовой системы, для начала всем рекомендую посмотреть мультфильм для взрослых. Этот мультфильм называется... Давайте я даже сейчас посмотрю. Этот мультфильм называется «История Фабиана», либо «Хочу весь мир плюс 5%». Сейчас я сюда закину в чат этот мультфильм, и вы хотя бы прикоснётесь к смыслу той системы, в которой мы с вами живём. А это очень важный момент. Только из-за того, что система устроена именно так, и появилось наше сообщество, которое облегчает нам жизнь в этой системе. И не просто облегчает, а по большей части многим просто видоизменяет. Так, «Хочу весь мир». Сейчас я найду. Мультфильм. Вот, нашёл. И сейчас я скидываю в гостевой чат для того, чтобы у вас была возможность посмотреть. Поэтому сегодня вечерком обязательно посмотрите. После того, когда вы посмотрите этот мультфильм, следующий фильм, что я настоятельно рекомендую, это «Деньги. Пирамида долгов» называется. Я его давайте сразу же здесь тоже скину. «Деньги. Пирамида долгов». Так. Вот так. Смотрим фильм. Всё. Хотя бы с этого начните. Как только вы освоите «Деньги. Пирамида долгов», сначала мультфильм посмотрите для взрослых. Это по-настоящему мультфильм 21 века. Для каждого взрослого просто, я не знаю, можно даже школьную программу вставить. Но единственное, что школьная программа не заточена для того, чтобы сделать человека финансово свободным. Школьная программа заточена, чтобы сделать человека посредственным и захламить ему мозг. Именно поэтому те, кто... Мы видим истории успеха. Те, кто меньше всего или хуже всего учился в школе, те потрясающие, богатые бизнесмены. Потому что у них почище мозг. Они больше делают, чем знают. То есть их горе от ума, их болезнь не блокирует их действия. А вот тех, у кого слишком много информации неправильной, они начинают как мусор. Есть русло реки, вода бежит-бежит, а потом куча мусора. Как бобры строят плотины. И всё, река начинает менять своё русло. Вот так же и здесь. У человека, у которого куча ненужных знаний в голове, очень сильно меняется русло правильных действий. Могла бы эта река за километр приплыть к цели, но так приходится юлить, вот так вот оплывать препятствия, вот этот мусор в голове, для того, чтобы приходится сигналу пройти не километр до цели, а пять километров, чтобы прийти к этой цели. И поэтому это всё вот здесь, вот это всё благодаря тому, что нас прогнали через эту систему. Но вы же уже взрослые, тогда-то вы были детьми, и я был ребёнком. Потом вы повзрослели. А чем отличается позиция взрослого человека от позиции ребёнка? Отличается и одним. Взрослый берёт на себя ответственность и становится сильным, и начинает своими руками менять свою жизнь. Потому что нет у Бога других рук, кроме ваших рук, дорогие друзья. Именно поэтому позиция ребёнка – ныть, плакать, обвинять, эмоционировать и так далее. Позиция взрослого – остановиться, выдохнуть, подумать, свой мозг отвезти даже в деревню, в тишину. Вот я недавно ездил, обалденно просто. И подумать над смыслом своей жизни, и очистить свой мозг, и начать туда дозированно, постепенно загружать другого качества информацию, найти своё сообщество, найти своих людей, с которыми вам приятно развиваться и двигаться к своему личному развитию. И зацепиться, вгрызться, схватить и держаться рядом с теми людьми, с вашими наставниками, которые вы хотите непосредственно повторить, успех которого вы хотите повторить. Это контактология, наука такая есть. С кем контактируешь, тем и становишься. Контактируешь с бомжами – станешь бомжом. Контактируешь с уголовниками – станешь по понятиям через год говорить. И так далее. Это так, наука такая, понимаете, даже есть. Поэтому, дорогие друзья, контактируйте с успешными людьми, финансово свободными, и вы станете успешными и финансово свободными. Идём дальше. Вернёмся к нашим потокам. Я надеюсь, мультфильм вы сегодня все хотя бы осилите, посмотрите после презентации. После этого завтра посмотрите «Деньги пирамиды долгов». Если кто самый сильный и кто самый говорит, что «Ой, дайте мне ещё информацию, мне это интересно». Для таких уже скидывать ничего не буду. Просто называю «Дух времени» – первая, вторая, третья и четвёртая части. Если вы их осилите, я просто скажу, что вы избранный. Вы тот избранный, который в этой жизни сделает всё, что это возможно. Поэтому, дорогие друзья, «Дух времени» – это уже фильм для избранных. Так, поехали дальше. Поэтому сегодня я не буду рассказывать об устройстве мировой финансовой системы, не буду рассказывать, что такое Федеральная резервная система США, что такое Международный валютный фонд, что такое Всемирный банк, как идёт система эмиссии денег, то есть создания денег, по каким принципам это всё работает, что такое система распределения денег и что такое система перераспределения денег. С этим вы будете разбираться самостоятельно. Об этом я неоднократно говорил на всех своих эфирах, поэтому сегодня у вас это всё на домашнем обучении. В фильме «Деньги пирамиды долгов» много что есть, а всё остальное есть в «Духе времени» первая, вторая и третья части. Идём дальше. Сегодня мы непосредственно поговорим про наше сообщество и о том, какие инструменты у нас есть. Сообщество родилось как мечта нашего идейного основателя Дмитрия Васадина найти единомышленников в этом мире. Когда в 2006 году у него в очередной раз стало всё очень хорошо, и он опять стал долларовым миллионером, он замечтал создать сообщество единомышленников, потому что есть такая книга, говорю, у Пала Куэйли, называется «Победитель остаётся один». Это фильм, эта книга очень интересно описывает то, как человек, который, казалось бы, победил, он в итоге становится одиноким, потому что то окружение, которое было рядом с Дмитрием Васадином в то время, оно не пошло за ним, и оно не смогло сделать то же, что сделал он. Именно поэтому человек вроде бы становится финансово свободным, но в то же время он становится немножко одиноким. И поэтому он замечтал создать сообщество, найти таких прекрасных людей, единомышленников, которые вместе с ним будут на одной волне и будут развиваться. И только он думал пять лет, дорогие друзья, пять лет в состоянии абсолютно финансово свободного человека, которого никто не дёргает, полностью занимался своим личным развитием. Ещё два года выжидали смены эпох, чтобы у нас из эпохи рыб в эпоху водолея, либо по славянскому гороскопу из эпохи лисы в эпоху волка перешло. Соответственно, наша планета, и мы понимаем, что мы космический объект, как планета Земля, и летим, и подвержены вселенским законам. И тот, кто этого не понимает, тот ещё много, что ещё в жизни не понимает. Вот, поэтому не надо разделять себе с матушкой природой и с космосом, и с нашей планетой. Вот, поэтому Дмитрий Васадин в 2013 году, через семь лет, когда у него появилась мысль, и он стал моделировать наше сообщество, через семь лет был старт сообщества, дорогие друзья. Вот, поэтому сейчас уже 12-й год, как сообщество уже развивается. Вот, и в ходе своей эволюции сообщество выработало уникальные психологические, математические, разновременные финансовые инструменты под названием денежные потоки. Денежные потоки — это не просто какой-то алгоритм, который придумали пьяные программисты. Нет, это уникальнейший инструмент, который создало само сообщество через свою статистику, через своё поведение, через свои запросы, через свою готовность или неготовность это взять и использовать в своей жизни. Потому что даже иногда высококрутейшие инструменты сообщество даже не воспринимало, потому что не было к этому готово. Поэтому мы дошли до эволюции наших потоков под названием денежные потоки, и они прекрасно дали то, что как раз надо. Они гармонично способны развиваться не с точки зрения завалить вас деньгами, а с точки зрения, чтобы деньги и ваше развитие шло одновременно. Вот так вот. Деньги и ваше развитие. Вот оно вот так вот шло. Раньше, когда я пришёл в 2017 году, деньги опережали развитие. То есть денег было в три раза больше и быстрее. Представляете, да? Поэтому у многих срывало мозг настолько, что они делали неправильные действия. Поэтому сейчас денежные потоки и развитие человека, они просто идут в ногу, в ногу. И всё получается у сообщества очень круто. Поехали. Когда вы зарегистрируетесь в вашем кабинете, если, кстати, у вас ещё нет кабинета, то обязательно возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если у этого у вас человека нет, можете писать мне в личное сообщение. Возьму вас в свою команду. Либо выбирайте любого лидера, наставника, который скидывает бот в этом списке. Поэтому, дорогие друзья, и начинайте развиваться, начинайте изучать кабинет. Регистрация ни к чему не обязывает, зато будет у вас информация, почитать, подумать, поразмышлять. Ну и, конечно же, начать что-то делать, чтобы ваша жизнь стала меняться совершенно в другом русле. Потому что работа, дом, холодильник, унитаз. И вот в этой кутерме человек проживает большую часть жизни. Вопрос. А для этого вы родились на этой планете? Чтобы вот в этом коридоре быть, да? Вот, поэтому, я думаю, не для этого. Наша планета, она очень прекрасна. Она очень имеет... Мне посчастливилось еще даже до момента встречи с сообществом объехать более 15 стран мира. Вот, поэтому у меня уже была определенная база знаний, поэтому я быстро схватил эту идею. И те же самые фильмы, которые я вам рекомендую, я их посмотрел еще в том далеком 2008-2009 года. Представляете, да, сколько уже лет этим фильмам? Вот. А кто про них знает? Вот вы про них слышали? До того, как я сказал. Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Поэтому это говорит о том, что маленькое количество людей заинтересовано личностным ростом. Оно даже не знает, что такое личностный рост. И с чем это едят? В чем заключается личностный рост? И так далее, да? То личностный рост – это очень интересный показатель, который эквивалент тому количеству денег, который у вас есть. И чем больше у вас будет рост вашей личности, тем больше у вас будут деньги. Потому что деньги – это высокоинтеллектуальная игра, которая напрямую зависит от личности и от роста вашей личности. Так вот, переходим к нашим денежным потокам. Первый поток, который вы увидите в кабинете – это стартовый поток. Поэтому он называется стартовый. Это красная закладочка в вашем кабинете. Стартовый поток учит правильной стратегии инвестирования. Это очень обалденно крутейший поток, который вас по-настоящему научит правильным действием, которое вы можете дальше делать во всех потоках. То есть, внимание, дорогие друзья, если у вас даже участники, у кого нет стартовых потоков, то обязательно их создайте, потому что иначе вы можете делать неправильные действия, потому что стартовый поток вас не научил. Те, кто еще не участники, обязательно начните со стартовых потоков, в том числе он учит правильной стратегии инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил и опять забрал. И так всегда. Есть в природе цикличность. Зима, лето, закат, рассвет, вложил, забрал. То есть, понимаете, да, где гармония, да? Этот поток разработан специально для новичков проекта. На практике обучаю всем нюансам работы нашей системы. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму, начиная от 5000 рублей. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением каждые две недели на величину выбранного вами номинал от 5000 и дальше больше. Недавно я запустил очередной стартовый поток 100 тысяч. Поэтому это хороший поток, который, кстати, дает поток класса премиум. И у нас сейчас в кабинете акция. Сегодня последний день, кстати. Кто не запустил премиальные потоки, обязательно запустите. Потому что в обычном потоке на 100 тысяч он бы мне дал первого начисления 1020. В премиальном он мне дает первое начисление уже 30 тысяч, дорогие друзья. И тем более, что мы сейчас можем подтянуть наперед на все периоды. Поэтому обязательно это делаем. Дальше. Общая доходность стартового потока зависит от номинала вашего стартового потока. Чем больше номинал, тем больше доходность. И от вашей стратегии, как вы правильно этим потоком управляете. Прибыль, которую мы получаем во всех потоках, в стартовом в том числе, идет за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты e-currency, которую мы берем по льготному, которую у нас берут по льготному курсу в кабинете, а мы покупаем дешевле на рынке в Манистораже, Сберкассе, либо на бирже BlackBit. Поэтому, дорогие друзья, стартовый поток — это обалденно крутой поток. Он работает с вашим подсознанием, он учит вас правильным действием. И чем больше этих потоков у вас, чем больше номинала этих потоков, тем больше у вас будет денег. Стартовые потоки любят марафоны. Поэтому многие команды прямо на стартовых потоках делают марафоны. И от этого у них становится денег все больше, больше и больше. И вот в этих марафонах очень важно подниматься выше номиналом при первой же возможности. Поэтому я тоже в свое время когда-то начинал с 5000. У меня есть 5000 потоки, потом плавно я их увеличивал, увеличивал. А сейчас я ими уже работаю на уровне 100 тысяч. От 100 тысяч это самая выгодная величина, на которой можно открыть стартовый поток. Идем дальше. Ускоренный стартовый поток. Если хотите быстрее, то заходите в ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока, который более быстрый и более выгодный. Условия открытия. Оплачиваем сразу же 4 периода. Подтягиваем на все 4 периода e-currency. И получаем 5-6 период вместе с e-currency в подарок. И по начислению мы сразу же выскакиваем, дорогие друзья, на 7-й период. Это тот период, когда величина начисления больше, чем номинал потока. Именно такой период дает возможность дальше уже получать прибыль. И на эту прибыль можно открывать новые потоки и таким образом запускать сложный процент. Вот этот момент, он очень важный. Деньги не в самом потоке, деньги в вашем умении, понимании и способах запуска сложного процента внутри каждого потока. Между потоками и между платформами. И услышите меня, вот деньги именно в этом. Поэтому те, кто еще не имеют стартовых потоков, ускоренных стартовых, обязательно их запускаем. И, конечно же, начинайте развиваться вместе с ними. Идем дальше. В дальнейшем, как и в обычном стартовом потоке, мы продолжаем снимать, пополнять, снимать, пополнять. И так каждые 2 недели. Всего в стартовых потоках 20 периодов. Один период – это 2 недели. 10 месяцев работает стартовый поток. Ускоренный стартовый поток получается в связи с тем, что мы проплачиваем 4 периода, 2 периода в подарок. Мы с 7 месяца начинаем управлять этим потоком. То есть ускоренный стартовый поток, его время жизни будет тоже 20 периодов, но по фактическому времени это где-то будет 7 месяцев. Дальше мы можем опять его перезапустить, а лучше это делать на регулярной основе. И чем больше у вас будет стартовых потоков на большие номиналы, тем у вас будет денег в разы больше. Их можно аккумулировать и направлять в другие потоки, либо выводить на жизнь. Дальше. Сейчас у нас появился премиальный стартовый поток. Он может быть ускоренным и он может быть обычным. Поэтому, дорогие друзья, вот я как раз открыл премиальный стартовый поток на 100 тысяч. И потянул и каренси на несколько периодов вперед. Сегодня я буду подтягивать еще на большее количество периодов вперед. Потому что сегодня у нас последний день акции. А участие в акции – это один из критериев успеха в нашем сообществе. Для чего нужны акции? Иногда акции нужны для балансировки системы. Иногда акции нужны для того, чтобы замотивировать вас начать пользоваться каким-то инструментом. И тот, кто это делает, у того денег становится все больше и больше. Система вообще у нас заточена под то, что это система постоянно увеличивающегося пассивного дохода. Хотите вы или нет, эта система будет постоянно давать вам больше денег. Представляете, да? А если вы еще делаете правильные действия, система будет давать вам денег еще больше. А вы, если делаете смелые правильные действия, система будет давать вам смело еще в разы больше. Поэтому все зависит от вас и от ваших правильных действий и насколько у вас выстроена работа с вашим наставником. А это очень важный момент. Вот поэтому премиальный стартовый поток, сейчас на него действует акция, десятикратная премиальная цена подтяжки и каренси. То есть на данный момент цена подтяжки и каренси в премиальные потоки в 10 раз выше, чем рынок. А это очень выгодно, дорогие друзья, и выгодно подтягивать и наперед, и выгодно открывать новые премиальные потоки. Следующий поток, который вы увидите в своем кабинете, это быстрый поток. Оранжевая закладочка в вашем кабинете. С этим уже многие все разобрались. Быстрый поток, как говорил мой математик-доцент в лицее. И КОЗЕ понятно, понимаете. Быстрый поток – это очень примитивный, линейный инструмент, но даже им можно великолепно пользоваться, для того, чтобы деньги у вас были всегда. Но этот поток, прежде всего, любимчик у многих, и с него все тоже пытаются начать, но он не так учит, как стартовый поток учит. Быстрый поток практически вообще не учит. Там нечему учить, там есть табличка «доходность», сделали-получили, сделали-получили, все очень просто. Быстрый поток – это деньги на каждый день. Обычно я лично использую быстрый поток, когда уже мне надо деньги выводить, я его пропускаю через быстрый поток и вывожу. То есть это последняя стадия вывода денег из системы мной лично. Поэтому деньги на каждый день, чтобы их сразу не растранжирить, я пропускаю через быстрый поток, во-первых, получаю еще больше деньги, а во-вторых, быстрый поток дает дозированно, дозированно деньги. И, как правило, они расходуются более грамотно, если идут дозированно. Деньги на каждый день. В обычном быстрый поток подразделяет на два вида потока. Первый – это обычный поток быстрый. Второй – это супербыстрый поток. На обычном быстром потоке, который работает 30 дней, деньги выплачиваются каждый день равными частями. С прибылью, которую мы, конечно же, получаем за счет подтяжки криптовалюты и каренса. Супербыстрый поток работает две недели. Это самый короткий из всех наших потоков для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки «Начислить премии». После того, как вы это сделали, то вы получаете сразу, можно сказать, и тело вклада, и процент. Вот. Это очень простой инструмент. Все написано во вкладочке в вашем кабинете, как создать поток и эффективно им управлять. Если у вас еще нет кабинета, обращаемся к вашему пригласителю, того человеку, который дал вам эту информацию, регистрируемся. Регистрация ни к чему не обязывает. Если же у вас нет пригласителя, вы не знаете, как попали в этот чат, то, пожалуйста, пишите мне в личное сообщение, возьму вас в свою команду и, как говорится, помогу разобраться со всеми нюансами работы системы. Либо выбирайте любого наставника по душе. Вот здесь бот скидывает целый список. Вот. Лидеров, консультантов очень грамотных. Обращайтесь к любому для того, чтобы у вас появилась скорейшая возможность изменить вашу жизнь. Следующий поток, который мы с вами рассмотрим, это растущий поток. Это тоже один из любимчиков нашего сообщества. Растущий поток работает в течение года, но в первые 6 месяцев он выдает прекрасные проценты и он, конечно же, растет с момента вашего пополнения. Вот вы пополнили поток, он будет расти в течение 3-6 месяцев. Дальше он перестает расти, но также отдает. Поэтому выгодно растущий поток постоянно пополнять. Каждые 2 недели, месяц я его постоянно подкармливаю, взращиваю, взращиваю. И он от этого отдает все больше, больше и больше. И, как ни странно, это растущий поток еще и растет. Поэтому это как денежное ваше дерево. Вы его можете взращивать и получать прекрасный урожай. Растущий поток, мы его называем базовые деньги на жизнь. Это тот поток, с которым многие получают выплаты и покупают себе машины, квартиры, телефоны, ноутбуки, путешествия оплачивают. Это как раз тот поток, который базово перезагружает вашу жизнь в том числе. Ну а если вы не научились на стартовых потоках, в растущем потоке, вы будете делать неправильные действия. Поэтому очень важно сначала открывать стартовый поток, а потом растущий. А лучше одновременно открываем и стартовый, и растущий. Тогда у вас появится понимание, как надо делать. Стартовый вас будет учить, и плюс он вам будет давать тоже деньги. А растущий поток, вы эти знания переносите на растущий, и растущий поток вам исполнит все ваши мечты. Поэтому идем по растущему потоку таким образом, что мы его постоянно пополняем. И растущий поток так-то заточен, что он любит большие номиналы. И чем больше номинал пополнения, тем больше он дает. Но психология растущего потока, она отличается от психологии стартового. В нем сразу видно, сколько у нас есть в кубышке, и это очень многим нравится. Это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 в 250, ваши 500 в миллион 375. Вот недавно я делал пополнение в 550 тысяч. И получается, мой растущий поток увеличился на полтора миллиона. Вот, сумма в потоке. И это приятно, когда ты видишь, что твой поток все больше и больше растет. Если 1 миллион, то на 3 миллиона увеличится ваша сумма в потоке. Если 5 миллионов, то 15 миллионов, если 20 миллионов, то 60 миллионов и так далее. То есть, дорогие друзья, мы ничем не ограничены, никакими суммами, все по вашему желанию. Но чем больше мы делаем, есть градация во вкладочке, как создать поток и эффективно им управлять. Чем больше мы делаем номинал, соответственно, пополнение единоразового растущего потока, тем больше он дает приумножение. Конечно же, приумножение и доход идет за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты и каренсии, которую мы покупаем на Сберкассе, Мани Сторожи, Благбитии по более низкому курсу, чем нас принимает наш кабинет. Поэтому обязательно открываем растущий поток также. Вообще, я люблю комбинацию стартовый и растущий поток. Это как раз та комбинация, которая дает возможность делать хорошее пополнение в растущий поток. То есть, я аккумулирую копилку из стартового и пополняю растущий. И наоборот, если мне нужно открыть очередной стартовый поток, я это делаю из копилки растущего потока. Поэтому это тоже очень удобно, очень выгодно и запускает сложный процент между потоками. А это самое главное, это ваше умение запускать сложный процент внутри каждого потока и сложный процент между потоками. Ну а также это верх мастерства, если вы научитесь запускать сложный процент между платформами, дорогие друзья. Это следующий этап развития личности, участников у нас в сообществе. У нас очень много возможностей. Растущий поток нужно выращивать в копилке. Он учит трем базовым вещам. Первая вещь, он учит терпение. Второе, он учит прорабатывать два момента. Первый момент, это вашу жадность прорабатывает. И третий, растущий поток прорабатывает страх потери. Терпение, жадность и страх потери, это вот три вещи, которые отсутствуют, либо присутствуют у человека с бедным мышлением. Отсутствие терпения у него есть, у него есть жадность, у него есть страх потери. Всё, денег не будет. Я авторитетно заявляю, если у вас это есть, денег по жизни не будет. Либо их будет намного меньше, чем могло бы быть. Потому что вы являетесь блокиратором прихода денег в вашу жизнь. Блокируете вы их сами. Растущий поток учит терпению. То есть надо взращивать. Это денежное дерево. Когда я был в Китае, великая китайская поговорка гласит терпение-учит. То есть имея терпение, ты всему всегда можешь научиться. Даже если ты ноль в этом деле. Просто каждый день делай по 20 минут какие-то действия. И пройдет год, и ты себя не узнаешь, какой ты профессионал уже в этом деле. Дальше. Почему прорабатывать жадность? Потому что растущий поток так устроен, что в копилке накапливается много денег, и человек начинает заигрываться. Он не понимает, что ему надо эти деньги дальше либо распределять в другие потоки, строить через стратегию, чтобы дойти к своей цели. Либо делать реинвест, либо выводить на жизнь. Из нее начинает заигрываться вот так вот, да? Бесцельно причем, да? Еще больше денег. Еще больше. Еще хочу, да? Дальше. Страх потери. Страх потери — это когда человек, наоборот, он не привык садить семя, отдавать, да? Смотрите, когда многие садят картошку или садят черенок, яблони свежие, да? Ведь вы поехали на питомник, отдали деньги, вам дали там черенок, да? И вы посадили его, да? То есть вы отдали. Вы отдали природе, и вы не знаете. Он как бы освоится на этом месте. Получится из него дерево? Не получится. Вы просто отдали. С надеждой, что матушка природа, и вы все сделали правильно, что это дерево приживется. Вот. Так же и картошку, когда вы закидываете в лунку, вы же не знаете. Может, она там сгниет, и все, ничего там не будет. Но, как правило, природа дает урожай. И слава богу, иначе бы жизни на планете Земля бы не было. То же самое и растущий поток. Он дает урожай. Но надо сначала его начать взращивать. Надо посадить. И тогда все получится. Поэтому, дорогие друзья, стартовые растущие потоки сейчас обязательно надо иметь. Быстрые потоки и так у вас будут. Вы из них сможете как бы брать уже дальше ножи. А стартовые потоки растущие. Вот те участники, которые открывают все потоки, это будущие лидеры в моей команде. Вот. И как показывает практика, эти участники очень быстро выходят на путь финансовой свободы. Если начинают играться с каким-то одним потоком, либо там еще что-то, то начинают пробуксовывать и немножко делать неправильные действия. Дело в том, что в нашей жизни так получается, что в разное время нужно разное количество денег. Поэтому наличие всех потоков просто обуславливает получение вами в разное время разное количество денег. И у вас деньги есть всегда. Вот в чем прикол. Следующий поток это накопительный поток, дорогие друзья. Фиолетовая закладочка в вашем кабинете называется накопительный поток, либо деньги на будущее. Это стратегия от 3 до 25 лет. Это очень мощный поток, но долгосрочный. Если быстрый поток это короткосрочный, 2 недели в месяц. Стартовый и растущий это среднесрочный, там 10 месяцев в год. То накопительный поток это долгосрочный поток от 3 до 25 лет. Вы можете зайти во вкладочку в вашем кабинете, как создать поток и эффективно им управлять. Там есть целая табличка по накопительному потоку с коэффициентами. Так вот, первый коэффициент это коэффициент 5. То есть накопительный поток так устроен, что у него есть период накопления, а есть период выплат. Если вы выбрали период накопления 3 года, то период выплат будет тоже 3 года. Выбрали 5 лет, период выплат будет 5 лет. Сначала мы накапливаем, потом мы получаем. Если вы выбрали минимально 1000 рублей и каждый месяц, накопительный поток надо пополнять каждый месяц, допустим, по 1000 рублей, то через 3 года вы 3 года получаете по 5000 рублей. Конечно же, за счет подтяжки к нашему потоку криптовалюты e-carrency. Это важный момент. Если вы выбрали, допустим, 3000 на 3 года, то коэффициентом, по-моему, будет даже больше. 5,5, по-моему. И тогда будете получать где-то 16 или 17 тысяч через 3 года, тоже в течение 3 лет и так далее. То есть накопительный поток – это обалденная штука, но надо заранее увидеть ее мудрость и задуматься о том, что деньги в будущем, оказывается, тоже будут нужны. И позаботиться о своем будущем. Поэтому накопительный поток у меня есть на всех площадках. Накопительный поток я люблю проплачивать далеко вперед, для того, чтобы не думать мне о нем каждый месяц. Потому что есть о чем думать. А в идеале я вообще проплачивать люблю его сразу до упора. Если я выбрал на 3 года, допустим, 1000, то это получается 12 месяцев на 3,36. Значит, сразу 36 тысяч запуливаешь туда и currency подтягиваешь и забыл про него. Все, это все сделано. И, как говорится, пользуемся. Либо хотя бы наполовину срока подтянул и дальше доподтягиваешь. Следующий поток, который есть у нас в нашем кабинете. Еще раз повторюсь, если у вас нет кабинета, обязательно регистрируйтесь. Возьмите ссылочку вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если же нету, у вас пригласителя пишите мне в личное сообщение. Возьму у вас свою команду. Либо список бот скидывает, список наших лидеров-консультантов. Очень грамотные люди построили хорошие, прекрасные команды и могут вас взять под свою опеку и довести вас к вашим целям. Это очень важный момент. Следующий поток – это поток удачи, либо мы ее называем беспроигрышной лотереей. Это прекрасная лотерея, которая позволяет выиграть джекпот 300 тысяч, 500 тысяч и миллион. Есть три вида лотереи. Стоимость обычной лотереи у нас 100 рублей и джекпот 300 тысяч. Синяя лотерея – 500 рублей, джекпот 500 тысяч и, соответственно, золотая лотерея, стоимость 1000 рублей, джекпот – миллион рублей. Во вкладочке LT, черная вкладочка в вашем кабинете, есть такая кнопка красная посередине экрана, называется «Правило лотереи». Нажимаем на нее и там все подробненько написано. Читаем, конспектируем, запоминаем и вы будете в курсе, как работает лотерея со всеми выигрышами. Дальше. Давайте подытожим по потокам у нас в кабинете все. Давайте подытожим, о чем я сейчас рассказал. Сколько у нас есть потоков? Давайте стартовый, ускоренный, стартовый, сейчас есть премиальный, премиальный, даже ускоренный, 4. У стартовых только 4 разновидности. Это обычный ускоренный стартовый и обычный стартовый, и премиальный. Премиальный обычный и премиальный ускоренный. Четыре. Дальше. Быстрый поток. Пять. Супербыстрый. Шесть. Растущий. Семь. Накопительный. Восемь. Еще раз. Стартовых четыре. Быстрый. Супербыстрый. Растущий. Накопительный. И лотерея. Девять потоков у вас в вашем кабинете. Это десять финансовых возможностей, которые могут вам давать деньги. В разное время, в разном количестве, в зависимости от ваших действий. Теперь смотрите. У нас шесть площадок мультивалютных. Площадка в рублях, в евро, в злотых, испанская тоже в евро, в фунтах, в стерлингах и в сомах. Шесть площадок. Представляете, какое это большое дерево. Каждая возможность, как веточка, на которой может висеть денежное яблоко. Вот такое. Представляете, огромнейшее дерево. Так это еще не все, дорогие друзья. Еще у нас есть в кабинете две потрясающие возможности, кроме вот этих 63 мультивалютных возможностей, разновременных денежных потоков, которые в разное время дают вам разное количество денег. Это две уникальные возможности под названием распределение рекламного бюджета, либо вознаграждение за развитие проекта. Дело в том, что наше сообщество не дает рекламы. Мы идем всегда от человека к человеку, от сердца к сердцу, ищем единомышленников. Рекламу не дают, потому что сообществу не нужны деньги. Денег у нас дохренища. Но в сообществе очень нужны единомышленники. А для того, чтобы найти единомышленника, нужно идти от человека к человеку. Тогда есть шанс больше, что притянется настоящий единомышленник. Кому не то, о чем я сейчас уже рассказываю почти около часа, это не просто слова, а это слова, которые резонируют с сердцем. Так, реферальная программа, через которую распределяется у нас наш рекламный бюджет, подразделяется на два типа бонусов. Первый бонус – это реферальный бонус. Второй бонус – это лидерский бонус. Реферальный бонус за лично приглашенные – это от 2 до 10% в зависимости от потока, который открыт вашим участникам, которого вы пригласили. Лидерский бонус – это очень интересный командный бонус. Если у вас есть уже 10 человек в первой линии, вы пригласили уже 10 человек, они разобрались, вы их грамотно проконсультировали, они открыли как минимум стартовые растущие потоки, они начали разбираться серьезно, да, вы можете подать заявку на лидерство. И, соответственно, у вас тоже в кабинете открыты все потоки, то вы можете быть лидером, уже консультантом, и пройдете соответствующее дополнительное обучение, сдадите экзамен, и на совете с лидером, с топ-лидером будет принято решение о присвоении вам квалификации лидера. Что дает квалификация лидера? Во-первых, лидер отпочковывается своей ячейкой. Это, как получается, лидерские ячейки у нас как матрешки. Вот сначала один большой лидер, потом внутри у него еще лидер поменьше, внутри этого еще поменьше, еще, еще, еще. И вот таким вот образом, как матрешки, развиваются наши лидерские ячейки. И вот внутри вашей ячейки лидерской, да, вы в кабинете как лидер-консультант. И у вас непосредственно будет возможность получать до бесконечности от ваших непосредственно участников, потому что вы их консультируете, вы для них, можно сказать, окно в этот прекрасный параллельный финансовый мир. А по лидерским веткам до седьмого уровня. Дальше уже не предусматривают реферальную программу, но это очень круто. Идем дальше. Я скажу честно, что наличие вас как лидера дает вам дополнительные возможности в распределении рекламного бюджета, поэтому многие участники приходили с минусов, с большими проблемами, но в связи с тем, что у них была активная жизненная позиция и они брали деньги, можно сказать, через реферальную программу из рекламного бюджета, они очень хорошо раскрутили свои кабинеты, свои денежные потоки, что я настоятельно рекомендую сделать вам, если вдруг у вас есть дефицит в свободных средствах. Но и этот дефицит можно устранить с помощью вот этих возможностей. Поэтому на каждой площадке своя реферальная программа, на каждой площадке у вас будет своя реферальная ссылка, и вы можете на каждой площадке использовать вот эти две возможности. То есть у вас 63 возможности потоковые и по две возможности еще дополнительные на каждой площадке. Это реферальные и это лидерские вы можете использовать. Итого, 12 у вас возможностей, как бонусы брать из рекламного бюджета и 63 потоковых возможностей, да? То есть итого, 12 плюс 63 – это 75 возможностей у вас есть в нашем сообществе. Это только рекламный бюджет и ваши потоки. Вот. Но это еще далеко не все. Есть еще дальше. Я сейчас вам попозже немножко об этом расскажу. Так, с потоками разобрались, регистрируемся, читаем, в кабинете все написано во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять». Там все таблички, проценты, описания, все есть. Теперь я вам расскажу про две вещи. Первое – про финансовую инфраструктуру нашего сообщества, что мы создали за эти практически 12 лет. И второе – это отвечу на ваши часто задаваемые вопросы. Это откуда деньги, пирамида, не пирамида, лохотрон, не лохотрон, приглашать, не приглашать. Это вот часто задаваемые вопросы. Я их ставил уже в презентацию, чтобы на них отвечать, потому что надоело. Вот. И потом, после этого, я отвечу на все ваши дополнительные вопросы, которые у вас появятся. Поэтому, если у вас появились вопросы, обязательно запишите их. И мы в конце презентации включим микрофоны, и сможете задать свой вопрос и получить ответ. Отвечаю я на вопросы в основном только во время презентации своих. Поэтому используйте эту возможность. Так, поехали. Финансовая инфраструктура, дорогие друзья. Что у нас есть? Первое, что у нас есть, это шесть площадок мультивалютных, о которых я вам рассказал. Это, соответственно, в рублях, общеевропейский евро, испанский евро, дальше в злотых, польская, киргизская и Великобритания. Это не просто площадки, это кассы взаимопомощи нового поколения в разных валютах. Это называется валютная диверсификация рисков. То есть даже если в какой-то стране по какой-то либо причине просела валюта, то у вас есть другие площадки. Если вы грамотный участник, и вы распределили свои риски грамотно, то вы сможете простроить грамотную стратегию, что у вас все будет хорошо, потому что у вас есть и в других валютах. Поэтому сообщество развивается, на этом площадке не остановятся. они возникают в тех регионах мира, где у нас есть сильный лидерский костяк наших участников. Поэтому на сегодняшний день у нас 6 площадок. Дальше у нас 2 криптовалютно-платежных сервиса. Сберкасса у нас заточена для постсоветского пространства, Мани Сторож у нас заточена для западной финансовой системы. Это очень мощный криптовалютно-платежный сервис, и не хуже кошельков Payer, а то и даже надежнее. Дальше у нас есть собственная криптовалюта и каренси, и она не одна даже. Но сейчас в основном и каренси используются в обороте наших денежных потоков. Это именно та валюта, которая за последние 2 года почти подорожала более чем в 100 раз, дорогие друзья. Мне уже страшно эту цифру называть, да? Но тем не менее, если бы вы знали 2 года назад о том, что есть прекрасное сообщество, о том, что есть прекрасные инструменты, и настолько поняли, что здесь есть перспектива, и вложили бы миллион в e-currency, то сейчас у вас было бы 100 миллионов. И у нас есть такие участники, которые могут так прогнозировать на будущее, и они сейчас очень хорошо себя чувствуют. Идем дальше. У нас есть облачный майнинг. Это тоже очень интересная штука. С помощью него можно майнить e-currency и на этом тоже зарабатывать. Дальше. У нас есть блокчейн собственный. Это очень дорогая вещь и делается очень долго. И не каждая еще банк, не каждая компания имеет свой собственный блокчейн. У нашего сообщества блокчейн имеет уже более 5 лет. Поэтому, дорогие друзья, вы заметите, как скорость транзакций проходит с молниеносной скоростью в нашем криптовалютно-платежном сервисе сберкассе и мани-стороже. И что еще, самое главное, у нас есть нейросеть. Больше двух лет уже у нас есть нейросеть, с помощью которой идет перераспределение наших денежных средств внутри нашего сообщества. Это очень важный момент. Теперь человеческий фактор больше двух лет у нас полностью устранен. И нейросет отвечает полностью за качество, количество, перераспределение денег и за безопасность работы нашей системы. Ее задача, чтобы наша система работала вечно, с чем она уже без проблем справляется. И дальше она будет справляться еще лучше, потому что она самообучаемая нейросеть. Поэтому, дорогие друзья, мы вошли с вами в очень прекрасную эру изобилия, потому что, если где-то когда-то какой-то человеческий фактор работал, то сейчас нейросеть, она полностью автоматизирует многие процессы. И за счет этого надежность наша просто вырастает. Это очень круто. И так далее. Я еще знаю, как минимум, еще проектов пять, которые в любой момент могут быть запущены, но это уже следующая история. История командных обучений, история развития сообщества на будущее, перспективы. Но даже этого вполне хватит. Эти даже 75 возможностей хотя бы берите, о которых я сегодня вам объяснял. Если я год назад записывал летом эфир 17 денежных потоков, то сегодня надо их записывать в другом количестве. Уже получается 75, плюс еще дополнительно. То есть где-то около 90, чуть меньше 90 у нас денежных потоков в сообществе, тех возможностей, которые можно реально брать и использовать для того, чтобы сделать вашу жизнь финансово свободной. Это финансовая инфраструктура. И дальше она будет только разрастаться. Инфраструктура – это то, что делается очень долго и стоит очень дорого. Чтобы создать такую финансовую инфраструктуру, потребовалось определенное количество времени и определенное количество денег. Где-то несколько десятков миллионов долларов. Поэтому, дорогие друзья, цените это, пользуйтесь. Это создано для вас, чтобы с этим жить. Инфраструктура делается всегда, чтобы с этим жить в долгую. Это очень дорого и очень долго. Следующее. Давайте отвечу на часто задаваемые вопросы. Откуда деньги? Пирамида, не пирамида? Лохотрон, не лохотрон? Приглашать, не приглашать? Давайте, поехали. Откуда деньги? Лично я знаю 8 источников дохода. Сегодня я вам расскажу 5 источников дохода. 3 я еще рассказываю на данном командном обучении. Но я уверен, что я еще не знаю далеко не все. Поэтому есть еще источники дохода, о которых я даже и не знаю. Поэтому на данный момент поехали. Первый жирный источник дохода, откуда берутся деньги, это от прогнозируемого курса роста нашей криптовалюты и каренсии, которая только за последние 2 года подорожала более чем в 100 раз. А почему дорожает на криптовалюты и каренсии? Потому что все большее количество наших участников создают все большее количество денежных потоков для того, чтобы прийти к своим целям. У нас сообщество свободных людей. Именно поэтому каждый из нас ставит какие-то цели. Кто-то ставит там купить себе новый телефон, кто-то поставит кондиционер, кто-то сделает что-то ремонт в квартире, кто-то купить новую квартиру, кто-то переехать в другую страну, кто-то путешествовать, кто-то здоровье поправить. У каждого человека есть свои цели. Задача сообщества – помочь каждому участнику прийти через наше объединение, через объединение наших активов в том числе, прийти вам к вашим целям. Именно поэтому у нас есть вся эта инфраструктура. Так вот, первый жирный источник дохода – это прогнозируемый курс роста нашей криптовалюты и каренсии, которая только за последние 2 года подорожала почти уже в 100 раз. Идем дальше. Но второе – деньги от справедливого перераспределения. Не по принципам пирамидальной системы мы ее разрушили, а по принципу одноранговой сети. Одноранговая сеть – это когда все равны. И либо получают все, либо не получает никто. Это принцип одноранговой сети. Пирамидальная система – это та система, о которой вы узнаете, когда посмотрите мультфильм, который я вам скинул, и купите хотя бы 1 доллар. Вот купите себе на память. Я вас призываю, дорогие друзья. Пока доллары у нас есть в обиходе, купите в обменнике 1 доллар себе на память, потом внукам будете показывать или правнукам. И переверните его. Там нарисована пирамида. Уже как 100 лет, как нарисована пирамида. И эта пирамида уже захватила весь мир. Поэтому, дорогие друзья, вы сейчас живете в пирамидальной финансовой системе. Именно поэтому даже я еще раз сюда продублирую. Мне просто очень понравился этот ролик. Я просто сериал не смотрю, но этот отрывок из сериала, он просто шедевральный, я бы даже так сказал. Где буквально за одну минуту рассказан смысл всей этой системы. Вот я сейчас скидываю сюда в чат. Посмотрите еще раз этот ролик. Это фрагмент из какого-то сериала. Это называется пирамидальная система распределения ресурсов, дорогие друзья. Так вот, мы ее разрушили. У нас нет пирамидальной системы. У нас одноранговая сеть. Вот это очень важный момент. Это принцип короля Артура. Он первый известный в истории, кто озвучил этот принцип. Принцип круглого стола, либо равный среди равных, первый среди первых, король среди королей. То есть все равны. Третий. От того, что у нашей системы, у нашего сообщества нет хозяина, и весь доход остается в системе. Весь доход не идет хозяину, потому что у нас не коммерческий проект, у нас социально-образовательный, финансовый проект. Он создан для того, чтобы обеспечить социальный минимум. Как минимум. Понимаете, да? У каждого сейчас уже разный растет социальный минимум, но для начала просто накормить, потом дальше, потом дальше, да? Поэтому, дорогие друзья, у нас нет хозяина, и вся прибыль остается здесь. Как правило, не менее 70% прибыли всегда уходит в хозяина. Это самый жирный кусок. Именно поэтому и делаются все коммерческие проекты. Если еще вы лазите по всему интернету, и у вас есть еще непонимание, что такое коммерческий проект, в которых я вообще никогда не участвую, потому что я сам делал бизнесы больше 10 лет. Я понимаю, как это устроено, да? То, если вы еще не понимаете, то поймите, что любой коммерческий проект делается с одной единственной целью накормить хозяина проекта. Все. Больше никакой другой цели нет. Любой коммерческий проект делается по пирамидальной системе. Здесь хозяин проекта. Сюда приглашаются голодные участники, чтобы накормить голодного хозяина проекта. И деньги идут вверх. И он снимает самую жирную часть. У нас деньги все распределяются равномерно в нашем сообществе. Все равны. Неважно, кто ты лидер, топ-лидер, куратор, или ты здесь 10 лет, один год, либо вчера только пришел. Этот момент, он очень-очень важен. Идем дальше. Деньги от постоянного пополнения наших прекрасных потоков. Ведь, чтобы дерево росло, надо его поливать, подкармливать, поливать. Вот так же и здесь. Дождик все время поливает, и поэтому все время есть урожай. Все большее количество людей создают все большее количество денежных потоков, и их постоянно пополняет. Так же, как я. Я постоянно пополняю свой поток, и он мне дает все больше, больше и больше. Поэтому, дорогие друзья, чем больше вы будете пополнять свои потоки, тем больше они вам будут давать. И вы начнете увеличивать свою капитализацию ваших потоков. Надеюсь, потом мультивалютную капитализацию ваших потоков на разных площадках и, соответственно, выходить на новый уровень вашего развития. Вот этот момент, он важный. И последний источник дохода, я его заметил чуть попозже, когда у меня уже стала большая команда, это экономия от неэффективного управления своими кабинетами участников, которые считают себя очень умными. Чтобы чему-то научиться, нужно впасть в состояние ученика, обнулиться и начать учиться. Не все это могут, потому что у всех очень сильно захламлен наш мозг шумом, потому что информационный шум. Многие еще смотрят телевизор, вот этот шум идет прямо от него. Я уже телевизор не смотрю больше 20 лет, поэтому от этого моя жизнь стала только здоровее, богаче, я стал счастливее. И поэтому, дорогие друзья, чем дальше телевизор будет от вас, тем у вас жизнь будет больше налаживаться. Все, что надо, можно посмотреть за 3 секунды любую новость на Яндексе, либо еще где-то. Все остальное. Важно, что вы делаете в своей жизни. Вот это самое важное. Как вы здесь и сейчас можете изменить свою жизнь своими руками и своей головой. Вот там целый мир. Там надо смотреть ваши новости. Что мозг вам выдает. Вот там целый мир внутри у вас, у каждого. Там целый космос. Зачем смотреть где-то туда, когда надо смотреть вот сюда. И все, что происходит у вас в вашей жизни, это зеркало того, что у вас здесь есть. Поэтому как только здесь начинается с каждым разом приводиться в порядок все ваши мысли, которые должны быть вам выгодны, то есть вам не выгодно быть негативным человеком. Это забирает здоровье, это забирает ваши деньги, забирает счастье. Вам выгодно быть позитивным человеком, вам выгодно быть жизнеутверждающим человеком, вам выгодно быть человеком финансово свободным, ставить большие цели, идти к ним. Поэтому, дорогие друзья, подумайте над этим моментом. Поэтому некоторые участники не совсем готовы воспринимать новую информацию, поэтому они говорят, я все знаю, у меня два высших образования, у меня тоже два высших образования, но тем не менее я стал учиться с нуля. Именно поэтому я знаю эту систему уже от и до. Потому что я понял, что эта система для меня психологически нова, она для меня новая, и я начал ее полностью с нуля изучать. Но хорошо, что таких участников не так много. Это процент снижается, раньше было процентов 20 от количества моей команды, теперь приближается ближе к 5%. И это хорошо. Почему? Почему снижается? Потому что люди все-таки понимают, что они пришли в одно время с другими людьми, и эти люди их опередили. Несмотря на то, что у них своя стратегия, они считают себя умными. Но наша система, она сама обучает, она сама высокообразованная. Поэтому, дорогие друзья, учитесь, учитесь у своих наставников, учитесь потоками, понимайте их глубину, психологию, и делайте то, что говорят ваши наставники, и тогда ваша жизнь начнет меняться. Не надо экономить денег в нашей системе своим неправильными действиями. Система создана, и рада бы вам дать, но иногда некоторые не берут сами, потому что делать неправильные действия. Поэтому делайте правильные действия, и берите система, готова вам дать столько, сколько она может дать, и даже больше, если вы будете делать правильные действия. По деньгам разобрались. Я еще знаю три источника дохода, как минимум. Но это уже другая история. Дальше. Лохотрон, не лохотрон. Человек, который мыслит такими критериями, он не имеет своего жизненного опыта, настолько богатого, чтобы понять одну простую вещь. Самое важное в этой жизни – это ваш личный опыт. Поэтому, когда ко мне пришла эта информация, я не сказал человеку, который ко мне, мне ее рассказал, ты дурак, куда ты меня тянешь, это лохотрон, там еще какую-то хрень. Я сказал, окей, давай разбираться, давай посмотрим, что за кнопочка у тебя. И в этот же день, внимание, я зарегистрировался, в этот же день я открыл первый финансовый инструмент, и в этот же день я впервые нажал кнопочку. И это очень важный момент. Я стал разбираться, стал глубоко разбираться в системе. У меня было много вопросов, на которые я нашел все ответы. Поэтому что и вам рекомендую? Не подтупливать, а начинать разбираться. Чем вы более будете усердны в этом, тем больше вы поймете глубину этой системы, которая создавалась больше, чем 12 лет. И причем не просто так, она создавалась на историях успеха наших участников, она создавалась судьбами наших участников, и статистикой их поведения. Это практическая система, это жизненная система, это система живая. Именно поэтому поймите тот момент, что если эта система вас просит делать так-то, это надо делать, потому что так будет лучше для вас же. Но даже если вы не понимаете это, то поймете чуть попозже. Пройдет полгодика, и вы все поймете. И будете благодарить, что так и оно именно и случилось. Так было всегда. Все мои 7 лет наблюдения за эволюцией сообщества, и так продолжает идти и дальше. Поэтому обратите на это внимание. Так, по лохотронам нарабатываем свой опыт. Я стал тестировать и стал разбираться, как это все работает. Мне это было больше неинтересно. Те, кто живут мнениями других людей, в этой жизни будут бедными людьми. Вот и все. Это просто априори. Надо нарабатывать свой опыт, и тогда будет все хорошо. Чем больше будет у вас в жизни жизненного опыта, тем в жизни вы будете более мудры по сути своей. Следующий вопрос. Это пирамида, не пирамида? Смотрите еще раз. Пирамидальная система устроена таким образом, что деньги идут вверх. У нас одноранговая сеть. И пирамида кормит вот этого коммерческого основателя пирамиды и непосредственно собирает голодных за счет маркетинга, легенды, внутрянки и еще там что-то. И вот это все кормит вот этого основателя. У нас нет пирамиды. У нас есть одноранговая сеть и идейный основатель, который еще за 7 лет до запуска нашего сообщества уже был финансово свободным человеком. Он уже был сытым. И поэтому у нас история совершенно другая. У нас один сытый человек, один сытый человек создал систему для голодных, чтобы они объединились и помогли друг другу, в том числе через наши все инструменты, инфраструктуру и все те возможности, которые сейчас у нас есть. Идем дальше, дорогие друзья. Следующий вопрос – это приглашать, не приглашать. Типа, вот если новички не будут заходить, все это у вас тут схлопнется. Это значит, человек не понимает, как работает эта система изначально. Мы выращиваем новичков, старички, которые сюда приходят голодные, оборванные, с проблемами. И вот здесь они приобретают сытость, они приобретают здоровье, спокойствие и начинают развиваться. Это все равно, что вы пошли в поход, сели вокруг костра, накормили. Всех, кто в этом походе был, и вот вы все дружненько так сидите, гитара, играете, поете песни. И тут из кустов выходит человек, который в поход пошел один. Он весь оборванный, он уже заблудился, шарился по этому лесу уже несколько месяцев. Он на последнем издыхании. Он выходит к вашему костру, и он охреневает, что у вас тут все так хорошо. Вы ему говорите, иди сюда, садись, давай мы тебя накормим. И берете похлебочку ему, супчика, давай кушай, успокойся, все хорошо. Так и здесь происходит в нашем сообществе. Поэтому новый участник приходит, отжалел свои пять, три тысячи, и все, смотрит, как это работает, пытается в себе в голову это все вставить. Старые участники, уверенные, они делают потоки на миллионы, на сотни тысяч. Поэтому пока не накормишь вот этих вот новичков, пока они не поймут, что куда они пришли, что здесь надо делать. Старые участники, которых несколько сотен тысяч, они уже уверенные участники, они знают, куда они пришли, как достичь с помощью этой системы своих целей. И они делают очень уверенные, мощные потоки, которые дают им очень хороший денежный доход. В том числе, чтобы постоянно увеличивать качество своей жизни. Поэтому, дорогие друзья, на данный момент старички в нашей системе кормят новичков, а не наоборот. Тем более, что вибрация нашего сообщества, она довольно высокая, и не все ее сразу понимают, потому что она прорабатывает жадность, прорабатывает страх потери, прорабатывает непосредственно многие другие проблемы у человека в голове. И только тогда, когда он проработает все, у него появляется шанс выскочить из этих крысиных бегов, из этих беличьего колеса. А многие даже в этом, к сожалению, в этом колесе и умирают. Поэтому сколько случаев вы знаете, что люди не доживали до пенсии и на работе даже, на рабочем месте даже умирали. А почему? Потому что есть даже такой хороший анекдот, да? В колхозе больше всех работала лошадь, но председателем она так и не стала. Вот эта история про тех, кто не хочет думать своей головой, а заточен только для этого. Но и такие тоже нужны, без этого никак. Поэтому другое дело, вы ли это, либо это кто-то другой будет в вашей жизни. Идем дальше, дорогие друзья. Я сейчас рассказал про наши денежные потоки, рассказал про финансовую инфраструктуру, рассказал про ответы на часто задаваемые вопросы. И сейчас давайте 5-10 минут еще я поотвечаю на ваши вопросы. Если у кого-то есть вопросы, поднимайте руку. У вас есть центральная кнопочка «Поднять руку». Поднимайте, и вы сможете задать вопрос. Кто первый? Можете рассказать какую-то свою историю. Можете рассказать историю ваших участников. Это тоже все очень полезно и очень интересно. Так, кто первый? Тот герой. Ну, кто у нас герой? Давайте. Актрей, ну хочу поблагодарить. Надюша у нас герой. Вот поэтому Надюша миллионер. Поэтому Надежда миллионер. Поэтому Надежда крутая. Несмотря на то, что год назад Надежда пришла с большими долгами, с проблемами по здоровью. И сейчас у нее все очень хорошо. А дальше будет еще лучше. Потому что Надежда крутая. Потому что смелая. Да, друзья. Благодаря потокам, благодаря потокам. Вот однажды я год назад была вот на таком же эфире у Андрея. И услышала, что здесь люди зарабатывают от 100 тысяч в день. Представляете? А у меня когда-то была мечта зарабатывать 100 тысяч в месяц. И, конечно же, я после эфира сразу постучалась к нему. Говорю, Андрей, скажите, что надо делать? У меня 5 кредитов. Не хватает пенсии, чтобы их. И вот тогда я услышала, чтобы быстро разобраться, надо открыть сразу все потоки. Что я и сделала. Андрей, я тебя, конечно, бесконечно благодарю, потому что ты являешься проводником мою новую, счастливую, финансово свободную жизнь. Это прям правда. И еще заботишься о здоровье всей нашей команды. Это точно. Вот. А так, конечно, жизнь настолько изменилась у меня, что ушла с работы, отдыхаю, путешествую, могу позволить себе абсолютно все. И, конечно же, есть планы, которым я иду, еще мечты, еще только-только моя сказка начинается. Друзья, благодарю, Андрей, тебе. Абсолютно верно. Благодарю, Надежда. И буквально за год с больших долгов Надежда пришла к своей мечте. Она сегодня получает 100 тысяч в день. В день, ребята, дорогие друзья. Поэтому почему? Потому что Надежда смелая и делает правильные действия, и общается с наставником очень плотно. Вот так, Александр, поднимал руку, слушаю. Да, добрый день, Андрей. Приветствую, Александр. Да, поздравляю, конечно, Надежду. 100 тысяч в день. Это шикарно. Молодец, Надежда. Прямо это образец для подражания. Ну, прям во всех смыслах самых прекрасных. От души вдохновляет. Такие результаты. Прямо это хочется... Ну, не то, что там быть рядом, а прям понимаешь, блин, такие люди есть. И общаться хочется с такими... Именно таки... Чтобы было таких побольше людей, у этого хочется. Не только чтобы там это... А именно... Куда ни глянь, человек так живет, радуется. Еще делится этим. Вот. Это вот сейчас от эмоций. А поблагодарить хочу... Какой хочу поблагодарить всех, кто меня знает. Я даже знаю, как это выразить. Меня знают многие уже. Почему благодарить за то, что я здесь? Ну, здесь это в нашем замечательном сообществе. Начиная от топ-лидера, это Беусов Сергей. Лично знаком. Рекомендую познакомиться, пожать руку этому уважаемому товарищу. Благодаря Сергею сейчас перед нами Андрей. Мы слушаем еще мудрого и грамотного замечательного Андрея. Реально Андрей, это низкий поклон от души. Потому что сейчас действительно то, что происходит после Казани, до сих пор каждый день, каждое утро просыпаешься. Ну, настолько приятно. Потому что, ну, честно, результаты, что у одного из партнеров у меня сейчас уже потоки, ну, растущие, да, ну, называть цифры своими именами хочу уже, вещи, да. 300 тысяч, 301. Начала с тысячи. Пришла в тысячу, играла-играла месяц, два, три, пять. Ну, наигралась. А потом бац, и унес 301 тысяча. С чем я поздравляю, конечно, участников своей команды, да, поздравляю, благодарю лидера, всех, кто помогал в этом вопросе. Ну, просто тут команда. Вот, знаете, вот мыслить командой, действовать командой, только можно там, где команда сплоченная и действует по благо всем участникам. Вы знаете, от души. Вот только здесь, как и говорит Андрей, да, и как и все уже тоже понимают, здесь, как сказать, одноранговый уровень. Здесь нет верхних, нижних, задних, передних там. Здесь только те, кто только пришел, разбирается, и те, кто уже разобрался и помогает разбираться. А те, кто уже, там, где уже разобрался, он просто показывает, к чему стремится. Поэтому разбирайтесь с теми, кто разобрался. Смотрите, что они делают. Ну, и то, что как Андрей поток на 550 тысяч пополняет. Смотрите, смотрите. Не поняли? Еще раз посмотрите, как это. Ну, спрашивайте тех, кто вас пригласил. Ну, я благодарю Резиду, конечно. Меня она позвала, пригласила. Мощнейший лидер, вся команда радуется. Все мы просто благодарю всех. Вот от души. Я могу часами говорить, вы знаете, об этом можно говорить часами. Только я радуюсь всегда тому, что лучшие работники e-currency. Я в Казани это всем сказал, может, кому-то новость это была. e-currency – это самый лучший работник из денег, из вообще в мире. Он растет, всех радует. Ну, и приумножает ваши капиталы. e-currency – ура! Да, я благодарю, кто это придумал. Но это реально наш страховой, наш биткоин, друзья. Я вас поздравляю, кто вы имеете побольше. Это пожелание личное. Благодарю. Спасибо, Александр. Все правильно, абсолютно верно. e-currency – это наш новый биткоин, конечно. И благодаря e-currency у нас есть доход в потоках в том числе. Вот, поэтому e-currency – это лучше. Устройте e-currency на работу и сами завязывайте с этим делом. Займитесь любимым делом, не работая, а любимым делом. Так, руку подымал Вадим. Слушаю. Да, добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, друзья. Приветствую, Вадим, приветствую. Я тоже хотел сказать пару слов. Вот, я уже здесь в сообществе с мая месяца. Вот, и, можно сказать, посадил картошку уже, да, в мае. Вот, сажают картошку в мае. Вот. И на данный момент у меня сейчас не так много потоков открыто. Ну, два растущих, четыре стартовых. Но я, как бы, сразу увидел вот эту глубину. Я за месяц, наверное, прошел все командное обучение. Вот, ролики посмотрел Дмитрия Васадина. Ну, то есть, я, как бы, осознал, куда я попал и где я насажусь. Поэтому, хочу сказать всем новичкам, кто только думает, еще не принял решение. Ребята, откиньте все свои страхи и сомнения и вперед. Ваша жизнь, правда, изменится. Ваше сознание, во-первых, изменится. И вы обретете финансовую грамотность, во-первых, и выстроите вот этот баланс. Здесь и о духовном говорят, и о финансах. А самое главное для человека – это создать вот этот баланс между духовным и материальным. Поэтому откидываем все, заходим и вперед. Спасибо, Вадим. Правильно, начинаем разбираться. Потому что даже сам Кадуцей – это символ нашего сообщества, наш логотип. Это победа духовного над материальным. Поэтому, дорогие друзья, расправляйте, вот как у Кадуцея, расправляем крылья, да, и начинаете залетать. Крылья вашей души расправляйте. Поэтому Александра и Вадима я жду на лидерских позициях. Это однозначно. Вот, все, что надо – это продолжать делать правильные действия, и все будет хорошо. Так, у кого еще какие вопросы, дорогие друзья? Всем все понятно, да? Андрей, можно еще поделиться? Да, да, Александр. Когда люди думают, какие вопросы задать. Ну, никто, если не делится тем, что реально тут есть чем делиться, вот честно. Просто я к тому, что у меня вот партнер 300 тысяч в растущем потоке, да. Ну, друзья, я при этом тоже, как сказать, получил, как это выразить, ну, вознаграждение, или как это сказать, достойное, да. Я не буду называть цифры, это смотрите сами. У каждого это в личном потоке, как сказать, в личном кабинете есть. Ну, друзья, вас это будет радовать, вот честно. Люди себе создают капиталы, создают себе финансовую грамотность, защиту, безопасность, благополучие создают себе, реализуют свои материальные потребности, свои, как сказать, развивающие-то, духовные потребности развиваются, да. Ну, и при этом вы достойно при этом тоже себя ощущаете, чувствуете. И вот честно скажу, это от души прям вот радует. И еще, ну, реально мы, как сказать, здесь не то, что хочется работать, здесь хочется помогать, выручать. И вот действительно у меня люди вот сейчас, кто в команде, участники, да, команды, здесь у нас ведь участники, создают с радостью стартовые потоки. Каждый, кто создает, все рады. Такая акция крутейшая, друзья. Несколько часов осталось. Вот кто не воспользуется этой акцией, ребят, подумайте, вот год-два назад, когда-то в жизни вы что-то такое про, ну, короче, когда-то понимаете, да. Вот вспомните, да, вот эта акция, она для вас. Ну, может быть и не для вас, конечно, может для ваших людей, но реально, кому об этом говоришь, ну, реально шикарная просто возможность. Ну, вообще тут акции бывают, вот каждую лучше выловить, пользоваться и получать, ну, как удовольствие, и наслаждаться результатом своих действий, друзья. От души прям желаю всем. Действительно, акция крутейшая. Благодарю, что вообще такие бывают моменты. Уже не первый раз эта акция, и накопительная тогда была акция, когда поток Битанская. Друзья, здесь главное быть в информационном поле, здесь быть, и тогда получать все, что вы видите. Элитное обучение, да, друзья, его чем больше вы изучаете, тем больше сознания бывает. Я вот реально сначала понял потоки, проникся, а потом вот буквально недавно, ну, я с апреля месяца, с конца апреля, ну, тоже опыт есть уже. Так вот, я осознал, что как хорошо и каренси не просто использовать, да, поток сразу раз, а чтобы они пусть будут, пусть лежат, пусть имеются. Я уже осознал ценность наличия и каренси. Вот честно, как биткоина, да, вот нашего современного, ну, я имею в виду, у нас здесь это. Когда есть каренси, боитесь, это хорошо. Они всегда пригодятся, вот поверьте, вам, они всегда будут интересны, потому что потоки, ну, вообще я не буду рассказывать подробности, кто пригласил, с теми пообщайтесь, с лидерами пообщайтесь, друзья. И главное, вообще чаще общайтесь с лидерами. Они этого не то, что заслужили, они этого просят. В тем плане, что они для вас реально помогают, вам стараются. И это от души, честно говорю, пользуйтесь этими шансами. Они дарят шанс и делятся таким опытом, ну, со мной лично делятся, лидер. Честно, я благодарен всем лидерам, кто со мной, ну, я их всех могу называть. Каждый мне, вот честно, от души благодарю, помогает, выручает. Честно, я рад, что такие люди есть и мы друг у другого разных помогаем. отлично спасибо александр жду тебя на спикерских позициях в том числе давай задаваем вопросы своим вышестоящим лидером как это сделать тебе все объяснят так ну что дорогие друзья будем потихонечку заканчивать действительно наша система это не про жадность это не про то чтобы вы стали миллиардерами да и не знали куда эти деньги засунуть это про то чтобы деньги у вас были всегда по жизни да и вы жили достойной жизнью чтобы вы закрыли все свои социальные потребности чтобы вы подняли свой качественный уровень жизни а для этого нужно поднять свой уровень мышления это наша система наша наша денежная интеллектуальная игра она нацелена на ваше образование а ваше образование даст вам все средства которые непосредственно вы возьмете через ваш кабинет потому что вы станете директором главным бухгалтером финансистом своего собственного кабинета и то как вы его будете развивать на вот именно это понимание этих процессов и сделает вас абсолютно финансов свободным человеком поэтому несколько сотен тысяч людей ежедневно создают и развивать свои кабинеты в нашем сообществе поэтому как хорошо что когда-то я не прошел мимо этой возможности я себя очень благодарю за это что я не ступил не а услышал эту информацию взял начал тестировать вот и разобрался поэтому то же самое я и хочу порекомендовать и вам если у вас нет пригласителя обязательно пишите мне в личное сообщение если есть обращайтесь к нему либо вы либо выбирайте любого лидера консультанта из списка который есть у нас в нашем чате поэтому дорогие друзья я с вами прощаюсь берите эту информацию с собой по жизни и жить вам станет намного проще и легче веселее а когда вы стопроцентно разберетесь с нашей прекрасной системой то конечно же поймете что такого проекта сообщества не было и нет и не будет потому что здесь очень высокая вибрация все кто будет смотреть записи в записи конечно же подписываемся ставим лайки нажимаем колокольчик и все у всех будет очень хорошо находитесь в информационном поле сообщества до новых встреч с вами был андрей и лисеев